Всем привет, друзья! Я недавно вспоминала о десерте, который я ела в Таиланде, он безумно вкусный, и думала, можно ли повторить его здесь. Оказалось, что можно, и он получается таким же вкусным. А кроме этого, я покажу вам рецепты еще двух невероятно вкусных тайских десертов, традиционных, которые очень нравятся туристам. В Таиланде очень популярны различные желейки, которые делаются на агар-агаре. Это аналог желатина, и делается он из водорослей. Я буду делать желе в силиконовой форме, потому что так легче всего достать десерт после застывания. Но можно также делать в разъемной. И самое главное, что мне понадобится, это агар-агар. Этот я привезла из Таиланда, он качественнее, чем тот, что продается у нас, и его нужно добавлять в два раза меньше. Но вообще пропорции бывают разными, читайте на упаковке. В качестве красителя для десерта я буду использовать синий чай, который привезла из Таиланда. Это синий тайский чай. Я привезла его из Таиланда, но, в принципе, и у нас его тоже можно купить. Зачастую уже в порошке он называется синяя матча. Заливаю кипятком. Уже виден красивый голубой оттенок, но если добавить к нему любую кислоту, он приобретет такой немножко розовый оттенок. На вкус ничего особенного, я его просто для цвета использую. А для первого слоя использую кокосовое молоко. Сразу же в сотейник добавляю немного кокосового молока. Оно слишком жирное, поэтому добавляю еще воду. Агар-агар. Сразу же в холодной воде его размешиваю, чтобы не было комочков. Лучше это делать венчиком. Сахар добавляем по вкусу. Масса должна закипеть и провариться полторы минуты. Ну, минимум минуту. Иначе агар-агар просто не будет работать. На дно каждой формы добавляю немножко кокосового желе. И сейчас оно уже очень быстро начнет застывать. Консервированный ананас нужно нарезать небольшими кусочками. Вот, например, эти капельки уже начали застывать. Добавляю ананас. Я так делаю для того, чтобы ананас был посередине. И заливаю кокосовым сиропом. Но не полностью, потому что хочу сделать еще один слой. И сразу же готовим второй слой. У меня есть сироп из ананаса. Добавляю сюда агар-агар и размешиваю. Комочков нету. Можно добавить немного чая для цвета. Здесь была кислота. И вот чай немножко поменял цвет. Такой очень красивый, приятный фиолетовый. Вот, кстати, сделала два синих чая. И если в этот чай налить, например, лимонный сок, он становится розовым. Кстати, фиолетовая капуста дает тот же эффект. В принципе, уже такое желе можно сделать и будет красиво. Точно так же кипятим, но тут есть один нюанс. Если жидкость имеет кислоту, то ее категорически нельзя кипятить больше полторы минуты. Лучше вот ровно минута и все, снимаем. На медленном огне варим ровно минуту. В общем, кислые жидкости нельзя не доваривать и нельзя переваривать, иначе ничего не получится. Но вот минута, это оптимально. Возвращаемся к нашему желе. Вот эти маленькие капельки уже застыли. И в принципе, желе уже такое более-менее упругое. Само собой, оно еще не до конца застыло, но это вообще ничего страшного. Агар-агар очень удобен в использовании, поэтому его можно просто сразу же кипяток горячий сверху добавлять. И ничего страшного не произойдет. Еще, например, сделала в стопке, хотела показать, как все это сбоку выглядит. Желе уже такое упругое. Но нужно дождаться всего лишь, когда оно сверху немножко схватится. И уже по чуть-чуть можно добавлять следующий цвет, даже если он очень горячий. В больших емкостях Агар-агар застывает чуть подольше. А это, особенно в холодильнике, за 20 минут уже полностью застынет. В принципе, желе прекрасно и при комнатной температуре застывает, но я для ускорения процесса отправляю в холодильник. У меня прошло чуть больше 20 минут. Можно доставать. Получаются вот такие желейки. И сейчас покажу вам его структуру. Главное, что отличает его от желатина, что желе получается не эластичным, а таким кровким. Получаются вот такие желейки. Этот десерт имеет очень интересную структуру. В отличие от желатиновых десертов, Агар-агар так крошится, рассыпается во рту, интересно. А что касается самого вкуса, то сочетание кокос-ананас, это, по-моему, классика. Практически пинаколада. Такой жирненький кокос, свеженький кусочек ананаса внутри. А еще мне безумно нравится цвет верхнего слоя. Еще Агар-агар хорош тем, что с ним очень легко работать. Прям слои можно быстренько заливать, и все, даже кипятком. И второе, в него можно добавлять абсолютно любые фрукты и делать желе на любых соках. А вот желатиновое желе с ананасовым соком, с кусочками ананаса или с кусочками киви вы уже не сделаете, потому что эти фрукты содержат энзимы, которые растворяют белок. Из-за этого желе просто не застывает. А с Агар-агаром таких проблем нет. Я готовила такой же трехслойный желейный торт, добавляла туда киви, и все получилось отлично. Второй десерт это очень популярный тайский стрит-фуд, блинчики с бананом. И я даже сняла процесс приготовления этого десерта. Субтитры сделал DimaTorzok Попробуем повторить. Я буду делать небольшую порцию. 120 грамм муки. Свалтываю одно яйцо. И в тарелку где-то половинку. 50 миллилитров воды, соль и немного сгущенки для сладости. Можно добавлять просто сахар или сгущенку. И 1 чайная ложка кокосового масла. Замешиваем тесто. Еще немножко масла на руку. Замешиваем тесто, оно такое очень мягкое должно быть. Если хотите, кокосовое масло можно заменить на обычное. Но уже, конечно, такого аромата кокосового не будет. Все, пускай тесто полежит. Дальше самое интересное. Рабочую поверхность смазываем маслом. Берем небольшой кусочек теста. И так как на видео у меня, конечно, не получится, но нужно сделать максимально тонкую лепешечку таким же диаметром, как сковородка, на которой вы будете жарить. Можно также воспользоваться просто скалкой. Сразу же кусочками нарезаем банан. И жарить я буду на кокосовом масле. Можно отправлять сюда блинчик. Так как сковородка маленькая, блинчик тоже маленький, и конвертики получаются небольшие. Распределяю банан по центру. Добавляю яйцо. А-а-а, не убегай. И сразу же делаю конвертик. Чтобы было вот так удобно сворачивать, я сначала делаю маленький огонь, а потом увеличиваю его. Блинчик уже чуть-чуть подрумянился. Блинчик нужно разрезать на несколько частей. Переносим на тарелку и поливаем сгущенным молоком. Блинчики с бананом готовы. Само собой, тесто у меня получилось не таким тонким, но по вкусу это те же тайские блинчики. Очень классно получилось. Третий, тот самый десерт, о котором я говорила в начале видео. Он называется Mango Sticky Rice. На самом деле манго в нормальном состоянии и по адекватной цене я просто не нашла и решила, что оно того не стоит. Этот десерт также можно есть и с бананом, и с ананасом, и в принципе с любыми фруктами, которые вам нравятся. Здесь суть не в том, а суть в рисе. Для этого десерта используется специальный клейкий рис, который сейчас, кстати, в больших супермаркетах практически везде продается. Вот так выглядит рис. Красивые белые перламутровые зернышки. Рис должен выглядеть именно так и никак иначе. А на упаковке должно быть написано, что это именно клейкий рис. Перед готовкой его нужно залить холодной водой на 2 часа. Прошло 2 часа. Рис стал очень хрупким и нежным. Его нужно откинуть на сито, но очень аккуратно. Нужно, чтобы ушло максимум воды и влаги. И самое важное, его нужно варить на пару. Выкладываем марлю. Тут, правда, к марле он может немножко приставать, когда сварится. Можно еще взять обычное тонкое полотенце. Так его укутываем, чтобы эти дырочки по бокам остались свободными. В принципе, его можно и варить, но я бы не советовала. Потому что так он может не получиться, а на пару всегда получается идеальным. Отправляю сюда рис. И варю на среднем огне 15 минут. А пока варится рис, для него нужно сварить сироп. Сироп варится из кокосового молока. Если у вас кокосовые сливки, разбавляйтесь водой. И сахар. В принципе, сахар по вкусу, но сироп должен быть немножко приторным. То есть сахара нужно добавлять немножко больше, чем вам нравится. Потому что этим сиропом мы будем заправлять пресный рис. В принципе, сироп нужно довести до кипения, чтобы сахар растворился и готово. Прошло 15 минут. Очень аккуратно рис можно доставать. Вот такой красивый рис получается. Он такой эластичный и упругий. И пока рис еще горячий, заливаю его горячим сиропом. И здесь я уже смотрю по консистенции. И еще немножко. Должна получиться такая кашка, но слишком много сиропа быть не должно. Ровненько распределяю рис и накрываю пленкой в контакте. Теперь ждем минимум час. Через полчаса можно снять пленку, перемешать и опять накрыть пленкой. И через час-полтора стикерайз готов. Прошло полтора часа. Покажу, как должен выглядеть рис. Я его один раз перемешала. Очень упругий, клейкий. Нужное количество сиропа я уже добавила в рис. Оставшийся сироп остыл. Будем готовить соус. Добавляю сюда немножко рисовой муки. Действительно чуть-чуть, просто чтобы слегка загустить соус. В холодном кокосовом молоке развожу его. И самое главное, в этом соусе должна быть соль. Причем она должна хорошо чувствоваться. Это солено-сладкий кокосовый соус. И стикерайз без него просто невозможно. Отправляем на огонь и варим до загустения. Соль нужно регулировать по вкусу. Должен получиться такой приятный сладковато-соленый кокосовый соус. Все, закипел, минутку проварился, соус готов. И получается у нас вот такой десерт. Фрукты это уже второстепенное. Самое вкусное это рис с этим соусом. Ну что ж, пробуем. Нужно взять немножко риса. Окунуть его в соус. Насколько это вкусно. Это точно такой же десерт, как в Таиланде. С тайским манго, конечно, ничего не сравнится. Но с ананасом или с бананом тоже неплохо. Но сам рис, он имеет невероятно приятную, такую упругую, эластичную, жевательную структуру. Он сладкий, сливочно-кокосовый. Еще в сочетании с этим немножко солененьким соусом это просто невероятное вкуснятие. Если увидите в супермаркете такой рис, советую купить и попробовать. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, вам понравилось видео. Готовьте с удовольствием. Пока!